Мой доклад сегодня звучит как Почему дермоскопия остается золотым стандартом Неинвазивной диагностики меланомы кожи Когда-то Нэвис Дэвис сказал, что меланома Пишет сообщение на нашей коже С собственными чернилами Все это видят, но, к сожалению Не каждый может это понять Диагностика меланомы кожи На современном этапе Существенно изменилась С появлением дерматоскопии Первые Первые признаки Дерматоскопические были сформулированы Еще в 89 году Но широкое распространение В нашей стране Уже тоже давно, но не в прошлом веке И с появлением Такого качественного метода Мы наконец-то перешли в диагностику В визуализацию образования Еще до их клинических проявлений То есть мы уже можем диагностировать меланомы До вот этих правил Клинического АБЦД Когда у нас диаметр Раньше считалось Для меланомы Либо для подозрительного образования Должен был быть более 5 мм Но на данном этапе Мы сейчас видим И существует множество работ Доказывающих, что существует Меланомы до 6 мм Даже 3 мм выявляются И даже 2 Это все при помощи появления Такого качественного метода Которого мы все можем обладать Что же у нас является Самым главным недостатком Данного метода То есть как бы Интересны были бы ваши ответы Но самый главный недостаток Данного метода Это то, что врач Который взял в руки Дерматоскопы Который обладает Языком дерматоскопии Он больше не может Вести качественный прием пациентов Без данного Атрибута Но также и пациент Которого когда-то осматривали При помощи дерматоскопа Считает, что прием Не качественный Если врач его не посмотрел При помощи дерматоскопа Вернемся к основным преимуществам Метода дерматоскопии Это метод простой Быстрый Дешевый И компактный По сути Если мы знаем Все правила дерматоскопии Если мы обладаем Языком дерматоскопии То для нас это просто По сути Осмотр обожжения Не с ирь Внесение вердикта По либо динамическому наблюдению Либо по экстезионной биопсии Не занимает у нас Больше секунды По сути времени Сам аппарат Достаточно дешевый И он может быть Всегда с собой Независимо от того Ты в федеральном центре Большого города Либо в какой-то деревне Ты можешь оказать Достаточного уровня Помощь любому пациенту И там И в центре И в деревне Вернемся к точности метода У нас есть Как минимум Не менее трех метаанализов Подтверждающих Эффективность Высокую чувствительность И специфичность Данного метода Но при этом Эти показатели Колеблются В зависимости От того Насколько обучен Доктор Который держит В руках дерматоскоп И стоит вернуться К тому Что уже давно Понятно Что мастерство Мастерство врача Определяет Не количество Выявленных Меланом А количество Диагностированных Доброкачественных Образований Без экстезионной Биопсии Без ненужных Операций И без лишней Экономической Нагрузки На пациента Либо на Здравоохранение Проведены Большие Исследования Которые Подтверждают Как обучение Влияет И существенно Улучшает Данное Соотношение Экстези Доброкачественных Образований К экстези Злокачественных И существенно Улучшает Показатели И На основании Всего этого Можно сказать Что такой термин Как профилактическое Исечение Должен остаться Далеко в прошлом веке Потому что Обладая таким Качественным Методом Диагностики Инвазивной Мы не будем Превращать пациента С синдромом Диспластических Невусов Вот в эту Вторую картинку Где мы видим Человека вообще Без кожи Снимая с него Кожи Когда раньше Мы имели Имелись вместо Такие сечения Как при Диспластическом Невусовом синдроме Мы могли до 20-30 Штук Исечь И наконец-то Мы теперь Можем Это видеть Можем фотофиксировать Данные Драматскопические И не только Потом решать Что же Действительно У нас является Подозрительным И стоит Исечение Стоит отметить Что диспластический Невусов В большинстве Не претерпевает Никаких изменений Все что меняется Может быть Каким-то изменением Стоит отметить Что данный метод Является эффективным Только когда Врачи обладают Алфавитом Драматскопии На данном этапе Мы на данном В качестве В этой презентации Мы не будем На этом останавливаться Потому что Очень мало времени Выделено На это Но при этом Стоит отметить Что у нас есть Существуют алгоритмы Которые юридически Нас защищают Их На данном слайде Представлено 4 наиболее Часто Встречающихся Когда мы юридически Можем обосновать Почему мы выбрали Ту или иную тактику Наблюдения Или сечения Данного образования И можем Пояснить Почему это именно так И остановимся На паттернах Основных Меланоцитарных Образований То есть Для того чтобы определить Образование Меланоцитарное или нет Мы должны увидеть Один из этих признаков Первый признак Это глобулярный Когда Который мы встречаем У пациентов Молодого возраста До 20 До 25 Далее Ретикулярно Пигментную сеть Мы видим На туловище И конечностях У пациентов Старше 20-25 лет И во взрослом Возрасте Но стоит отметить Что на коже лица Так как лицо И голова У нас Объявляется Особой локализацией И эпидермальное Дермальное соединение У нас Обладает Другими свойствами Поэтому пигментной сети На лице быть не может Может быть Только псевдосеть А пигментная сеть Для лица Это показатель Только сибарейного кератоза Абсолютно доброкачественного Образования Немеланцитарного Радиальная лучистость Также один из признаков У нас Образования Невусов шпиц И шпицоидных опухолей И гомогенная пигментация Характерная у нас Для глубого невуса Но к сожалению Также для метастазов Меланомы Стоит отметить Что все мы Чуть не симметричные И все наши Невусы доброкачественные Укладываются В определенные Модели строения В классические модели строения И должны укладываться У нас есть По сути Ретикулярная модель строения Которая как раз Характерна для взрослого Человека То есть Как у нас Видно на слайде В верхнем левом углу Можно сказать По этому невусу Что это пациент Скорее всего Третьего Они ниже третьего Фототипа По Фицпатрику Третьего Четвертого С центральной Гиперпигментацией Абсолютно доброкачественные Невусы Далее по центру У нас сверху Невус Светлокожего Человека Первого Второго Фототипа С центральной Гиперпигментацией И пятнистой Моделью строения Также у нас Внизу В левом углу Невус Растущий Скорее всего Свойственный Для молодого Человека До 20 лет Но Эти признаки Которые у нас По периферии Полностью Симметрично Расположены Могут встречаться И у человека Старше 40 50 Это не является Показателем Того Что Невус У нас Как-то Перерождается В крайнем Правом углу У нас Сложный Невус Абсолютно Характерные Модели Строения Все Наши Доброкачественные Образования Должны укладываться Тогда как Меланома У нас Показывает Полный Хаос И мы не можем Уложить Ни в какую Из моделей Ни в какой План Или схему Образования Вернуться Говоря о том Что Демотоскопия У нас Очень простой Метод Очень быстрый Метод То есть Тут хватает Одного взгляда Чтобы понять Что здесь Мы имеем Дело Слева С доброкачественным Образованием Справа С абсолютно Залокачественным Даже без Каких-то Алгоритмов Алгоритмы Нам в помощь Когда мы Будем Обосновывать Тактику Своего Ведения Данных Образований Спасибо За Внимание Но еще Один слайд Хотелось бы Уточнить о том Что у нас Дермотоскоп На приеме У врача Который Занимается Новообразованиями Кожи Является Самым Неотъемлемым Атрибутом Потому что Так же Как и терапевт Не может Принимать Без Стетоскопа Мы не можем Принимать Без Дермотоскопа Для нас Это Своего рода Стетоскоп Спасибо Огромное За внимание